Всем привет! Сегодня я хочу показать вам пластиночку группы Opet 2016 года, которая называется Sorceress. То есть, ведьма или там волшебница. Вот так и оболочи будет видно. Очень красивая обложка. Но говорить об этой пластинке странно, потому что группа Opet это группа то, что называется культовая. То есть, имеющая круг своих поклонников, преданных, которые немедленно покупают все новые пластинки группы любимой своей Opet. И все про нее абсолютно знают. Но для тех, кто ничего не знает и никогда не слышал, я все-таки немножко покажу и немножко расскажу. Группу Opet я могу сказать, что я никогда в жизни не любил. Она мне не нравилась. Потому что очень громко, очень вот этот growl, который мне странен. Я не люблю вот этот growling, рычание вот этого вот между нот, вне нот, которое происходит. Но вдруг внезапно вышел альбом под названием Heltage, Наследие. И после него пошло все лучшее, лучшее, лучшее. Последние четыре альбома, в числе которых вот этот тоже находится, они меня просто радуют. И группа, вы знаете, как вот мне кажется, с каждым альбомом все лучше и лучше делается. Группа-то, наверное, такая же осталась, да? Но музыка все лучше и лучше, все интереснее и интереснее. И вот эта пластинка, она обладает удивительным свойством, которое меня очень радует и мне нравится. Потому что чем больше раз ты эту пластинку слушаешь, тем больше хочется ее слушать дальше. И тем больше в ней открываешь разных всяких чудес, неожиданностей и прекрасного. Тут действительно прекрасная музыка. Она очень хороша с любой точки зрения. И с точки зрения тех, кто любит тяжелый рок, такой громкий, гитарный. И с точки зрения тех, кто любит прогрессив. И с точки зрения тех, кто любит даже фолк, потому что фолка здесь предостаточно. Но если под фолком, подразумевать акустическую гитару и пение под акустическую гитару с лейтой и со всеми вытекающими из этого прелестями. Итак, 2016 год. На лейбле Nuclear Blast вышел альбом. Это мощная такая компания. Серьезная уже, в отличие от предыдущих всех, с которыми работала Опит, с которыми работал Майкл Аркерфельд. Акерфельд, это главный человек из фото. Он, кстати говоря, в одном из интервью сказал, что тяжесть и громкость, которые были на первых альбомах его, они не несут такой вот отчаянной его позиции, отчаянного его стремления к утяжелению, к такому жесткому тяжелому року. А это эстетическая у него такая вот штука. Это передача его внутреннего мира, его внутреннего состояния. Но здесь внутреннее состояние его изменилось. Хотя во время записи этой пластинки Акерфельд развелся с женой. И у него были проблемы тоже свои, и сердечные, и мозговые, и разные прочие. Но, тем не менее, пластинка получилась удивительно светлой. И вместе с тем удивительно жесткой. Серьезной. Но, что еще хочется сказать, что все похоже, что идет по кругу. И группы, которые играли музыку, стремясь попасть во время, стремясь попасть в те самые двухтысячные, они вдруг начали играть музыку, которая игралась в 70-х годах, прошлого века, в 80-х. Ну, в 90-х не так она сильно игралась. То есть, я имею в виду прогрессивный рок тот самый, который мы все любим, на котором я лично вырос. Там, на всяческих, Yes, Genesis, Jetratao, Genesis, Gentle Giant, King Crimson и прочее, прочее, прочее. И тот же звук, те же построения музыкальные, те же ходы, те же гармонии. Ну, не те же слизанные, да, оттуда, а в том же ключе. Все это вот как-то все больше и больше, больше я слышу в записах современных, условно говоря, групп. Ну, что здесь происходит? Здесь происходит Персифона сначала, такая прелюдия, гитарная, нежная, барочная совершенно. Как и принято у тяжелых рокеров. Сначала мы вас заинтригуем, расслабим, а потом вломим. И вламывается заглавная песня Sorceress, которая длится почти 6 минут. И тут уже начинается полный кайф. Начинается полный кайф. Вязкий рифф клавишных, в котором вязнешь и погружаешься в него с удовольствием. Потому что он обволакивает с одной стороны, а с другой стороны он такой маршевый, мобилизует и тащит за собой. Потом включается гитара Аккерфельда, которая режет своими аккордами жесткими, прямо разрывает на части. И пошла серьезная, прогрессивная такая пьеса. Потому что песней ее не назвать даже. Это пьеса сложная, с изменениями ритма, размера, гармонии, с лирической частью прекрасной, с упоительным совершенно для металлистов гитарным соло. Аккерфельд. Песня Sorceress продолжается следующим номером The Wild Flowers, которая еще громче, еще жестче, чем даже первая песня. Там уже просто забиваются гвозди в мозг и в сердце, и в сознание. Но забиваются они очень кайфово, очень, так сказать, с большим удовольствием и забиваемого, и забивающего. Поэтому просто с большим кайфом. Она тоже, она не скажет, что маршевая, она такая просто дико несущаяся вперед какая-то. Потом неожиданно обрывается, начинается испанская гитара, и кажется, что играет уже следующая песня. Но нет, это не следующая песня, это все те же The Wild Flowers. И после вот этой испанской странной гитарки возрождается изначальный риф, который играется в несколько раз быстрее, чем был сыгран в начале. В общем, все очень здорово. И, конечно, там поется про Funeral Fire, что отсылает к Black Sabbath немножко. На самом деле, там немножко похоже на Black Sabbath даже это полотно, The Wild Flowers. После него у нас идет Will O' The Wisp. Совершенно неожиданная штука, которая больше всего похожа на Jet Rotale. Но и не похожа на Jet Rotale, потому что поет и играет, и написал ее все-таки Майкл Акерфельдет. Со своим скандинавским холодком, со скандинавской жесткостью. Ну, это акустическая гитара, с электрической гитарой, тонкой, которая два раза меняет тембр. Прекрасная соло-гитарная, которая улетает в конце куда-то в небеса, в облака, в солнце, в закат, в рассвет. Неважно, просто красоты, невиданное полотно. Единственная песня, которая мне здесь не нравится, это Crizalis. Это первая на второй стороне. Она очень похожа, если изменить тембры, изменить локал, точнее поменять вокалиста, ну и поменять кое-что там тембральное еще, то получится чистый Iron Maiden такой. Если кому-то нравится Iron Maiden, то Crizalis, пожалуйста, это будет для вас. Хотя начинается она так же, как любая песня Iron Maiden, а потом все-таки уходит в прогрессив. В опитовский хороший прогрессив. После этого безобразия Sorceress 2, продолжение заглавной песни, которая невероятным образом похожа на Pink Floyd в времен Metal. Акустическая гитара, флейта и мелодическая линия голоса, она просто как будто это Waters ее сочинил. Или там Gilmore. Ну, скорее даже, скорее это Waters'овская манера. Очень похожа и очень хорошо. The Seven Sojourn, следующий номер, пятиминутный, восточная акустика, а-ля Led Zeppelin 3. Такая вот, для любителей Led Zeppelin, а я любитель, как и вы, наверное. Это очень даже хорошо. Ну, а дальше разгул прогрессив-рока. Strange Brew песня с известным названием, да, помните, группу Крим? Strange Brew. Ну, она действительно странная, такая странная варева, можно сказать. Потому что не существует в рок-музыке стиля, который не был задействован бы в этой песне. Тоже начинается тихо, спокойно, а потом закручивается неимоверным образом многочистевое полотно. Хотя длится всего восемь с небольшим минут, восемь тридцать, по-моему, или восемь сорок, там что-то такое. В общем, очень кайфовое. Feeling Lens продолжает ее. Изысканная, совершенно тончайшая по партиям штука красоты невиданной напоминает иногда группу Camel. Но когда я говорю, что напоминает Jet Rattel или напоминает Camel, это не значит, что группа Opet является эпигонами. То есть, они не слизывают ничего. Это просто выдерживается стилистика такая. Вот если любите группу Camel, то Feeling Lens будет для вас большим подарком. Хотя она тоже тяжелая. Хотя она тоже тяжелая, но в меру и невероятной красоты песня. Ира, следующая вещь, или эра. Я не знаю, как правильно ее произнести. Песня хорошая, но у нее есть один большой недостаток, который портит все. Недостаток заключается в том, что она короткая. Она всего 5 минут 41 секунду длится. Вот если бы она длилась минут 10, было бы здорово, было бы просто. А если бы она длилась минут 20, на всю сторону было бы еще лучше. Потому что песня просто прекрасная. Всем советую. Ну и на четвертой стороне альбома, где тут вкладочки красивые мои. Вот они, вкладочки красивые. На четвертой стороне альбома еще две песни, которых почему-то нет в кредитах справочника All Music Guide. Но на пластинке они есть. Это The World и Spring. Очень красивые баллады. Ну, баллады в понимании Акерфельда. В понимании группы Опет. Они тоже утяжеленные. Но там и акустическая гитара. Мочат прекрасными звенящими, сверкающими аккордами. И очень хорошая мелодика. И в одной песне, и во второй. Так что вот этот альбом, как я уже и говорил, чем его больше слушаешь, тем больше хочется. Вот такая пластинка. Эта пластинка предпоследний опыт на сегодняшний день. А последняя на сегодняшний день пластинка вот эта. Вот эта. И о ней я расскажу в следующий раз. Когда сам послушаю ее раз десять. И получу удовольствие, которым с вами буду делиться с большим удовольствием и радостью. Ну, на этом на сегодня все. И так я уже болтал, болтал, болтал. Достаточно много. Поэтому сворачиваюсь и пойду пить. Пойду пить. Ну, чай, скорее всего, наверное. Время позднее. А на ночь пить алкоголь. Это тяжеловато, ребята. Ну, до новых встреч. До новой пластинки Опет. Или чего-то там, что у нас получится. С вами был я. Пока. Продолжение следует.